188 детей заехали в лагерь, окруженный Ломоносовским парком. В период вспышки коронавируса учреждения заполнили только на 70%. Согласно новым правилам Роспотребнадзора, всему персоналу пришлось пройти вакцинацию. Дети теперь обязаны предоставить справку об эпид окружении, а родительские посещения пришлось отменить. Однако, по словам руководства, на качество детского отдыха это не повлияет. Прежде чем открыться лагерю, нам предстояла очень большая задача. В первую очередь это Роспотребнадзор по Республике Дагестан, без которого ни один лагерь не открывается, не дается разрешение на открытие оздоровительного центра. После открытия Министерство образования приезжают к нам во главе с начальником дополнительного образования, с Ларисой Петровной. В состав входит комиссия, которые проверяют готовность лагеря к принятию детей. И во время заезда детей они тоже имеют право приехать, посмотреть, как дети обустроены, увидеть, как они питаются, чем они занимаются, как они развиваются, наблюдать за их здоровьем. В этом году и побережье Каспия оказалось запретным для купания, но открытый бассейн с горками стал любимым местом игр и спортивных состязаний у детей. Он наполняется очень долго, очищается. Это целая процедура. У нас закреплен человек, который ответственный за бассейн, ответственный за содержание веществ обеззараживающих. Через определенное время он обеззараживает воду, фильтра ее меняют. У нас очень хорошая система фильтрования воды. И заменяем старую на новую воду. У нас настолько чистая вода, что ласточки ее пьют. Восемь отрядов лагеря круглые сутки под надзором не только вожатых воспитателей, но и сотрудников правоохранительных органов, а также медперсонала. Слегом за людьми, чтобы не дрались, не ругались, вели себя хорошо, слушались вожатых, учителей своих. Мы дежурим врач, круглосуточная дежурная. Три медсестры сменяемся по полдня. И детям все время под контролем, какие мероприятия не будут. Мы все время с нашей аптечкой и спортивных, и плавательных мероприятиях. Дети под 100% контролем. А ночью даже я делаю обход. Ухоженная территория, жилые корпуса, игровая площадка, свежий воздух, возможность завести друзей и освоить новые виды спорта. Правильное чередование труда и отдыха, пятиразовое питание – все это, по словам работников лагеря, предоставляется бесплатно по путевкам. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей это действительно дорогой подарок. Практически каждый день у детей расписан. С утра, прям до вечера. Родителям не стоит переживать и беспокоиться за детей. Они передают их в надежные руки. Каждый день у нас носит свое название. Вот сегодня у нас день творчества. И дети творят, изготавливают что-то своими руками. Многие дети уверены, что отдых в детском лагере может стать самым ярким воспоминанием лета. Мне здесь нравится все. Здесь есть мои друзья. Мы здесь занимаемся спортом. Всем. Мы купаемся в бассейне, тренируемся, отдыхаем. Мне в Солнечном береге, лагере, больше нравится бассейн и грэпплинг. Мне тут нравится грэпплинг и обед. Мне понравился очень сильно бассейн. Здесь очень хорошая столовая, очень хорошие вожатые, нравится дискотека. Все очень сильно нравится. Мне нравится сам Солнечный берег, но с бассейном. Я тут не один раз, не второй раз. Мне нравятся тут дома, конечно, мне нравятся те часы, на которых мы отдыхаем. Уже 3 июля лагерь запустит второй летний поток и примет более 200 ребятишек со всего Дагестана. Сотрудники надеются, что проведут мальчики и девочки эти 20 дней с пользой для ума и здоровья. Ларианна Шамхалаева, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Карабудахкенский район.